Вот это было раньше, вот это всё было, вообще валилось, идёшь и падает всё, всё кругом. Чуть меньше года потребовалось Любови Буглучёвой, чтобы дать новую жизнь этому дому, расположенному в центре хосты на улице Ялтинская. Теперь и не скажешь, что это жильё было построено ещё в далёком 29-м. Сделать ремонт внутри помещения, облицовать фасад сайдингом, заменить крышу и провести немало работ на придомовой территории. На всё это потребовалось больше миллиона. Найти самостоятельно такие средства Любови Григорьевне было не под силу, помогла программа льготного кредитования. Мы сделали всё вместе, и соседи мы организовали, и сама я работала. Мы забетонировали проезд, поставили абордюры, посадили декоративные растения, сделали освещение, видеонаблюдение, поставили забор, такой, как нам предусматривала архитектура. Потому что дом находится и наша территория в зоне строгого олимпийского гостеприимства. Привести к единому архитектурному облику необходимо было все дома, находящиеся в зоне международного гостеприимства. И если предприниматели смогли обновить свою недвижимость за свой счёт, то украсить жилые дома помог муниципалитет, который взял на себя обязанность погашать 7% от суммы кредита. Тех, кто решил воспользоваться этой программой, в Сочи немало, ведь сумма выданных льготных кредитов составила более 84,5 миллиона рублей. Всем миром мы привели наши дома, можно их назвать на тот момент избушками на курьих ножках, потому что тут даже не думали никогда, что в принципе город украсится и будет сегодня вызывать просто уважительное отношение к горожанам за то, что они содержат в таком состоянии город. С нас берут многие примеры, в том числе и Краснодар. Помимо программы льготного кредитования, на курорте активно внедрилась система безналичного расчёта. Пластиковые карты теперь принимают порядка 5000 предприятий сферы торговли и услуг. Сравнению 5 лет назад такую возможность смогли предоставить лишь 700 организаций. В рамках подготовки к играм в Сочи удалось решить и проблему нехватки банкоматов. Такие показатели – результат качественной и оперативной работы банковской сферы в целом и в частности сотрудников Сбербанка, особо отличившихся глава города наградил благодарственными письмами и почётными грамотами.